Посмотрим, есть саппорт команды Rogue, Decoy, Flash, Smoke, два саппорта команды Cloud9, только три первых армора, Decoy есть также у Скадудла, что-то очень часто начали покупать от Decoy игроки многих команд, а то сразу и по три бывает, например, сегодня с Пысы показывали сразу три Decoy в наличии, но, видимо, был какой-то план, Crystal перелетает от Флюши просто в прыжке, но такое тоже случается, Smoke на кафель, но пока команда Cloud9 пройти не может. Соло-опорник Б-плэнта Crystal, и он сейчас может стать просто жертвой, жертвой этого пистолетного раунда, пытается ношить Смака, Флюша в итоге его, конечно, уже здесь отпускает, но локиты, конечно, не позволят ему никак здесь себя почувствовать посерьезнее, но и в любом случае 5 в 5, ретейк Б-базы, и Rogue придется выбивание оформлять очень жестоко. Флюша за Цементом, пока что в одного, Crystal каким-то чудом выживал, и Хаешка к нему прилетала, и все что угодно прилетало, ретейк пошел под флешку, Флюшу нужно прочекать, Флюша против Кика, сражения есть, есть также фраг, погибает еще и Рики, отваливается почти вся команда Rogue, ну и Golden добивает двух оставшихся в живых игроков коллектива Rogue. Неплохо, неплохо получается, ну и, кстати, опять же, по статистике этих карт, Cloud9 на Дэнферно играют, у них, по-моему, 9 Дэнферно и 4 карт они выиграли, на урок немножко поинтереснее, 7 карт, и из них они выиграли 5 в последние 3 месяца, при том, что у них до этого была еще борьба жесткая, как раз два поражения, было от команды Астралис на квалификациях главных к мейджору, там 16-13 очень близкий счет был для этих ребят. Ну и состав-то другой был, немножечко. Ну, немножечко, да, там все-таки был у нас скейдин. Подожди, или ты про кого, пророк? Пророк говорит. А, елки-палки, я сижу, слушаю, думаю, Cloud9. Да, и 23-25 сыграли с коллективом Норс, то есть играть карту Дэнферно очень даже умеют. Недавно выиграли Е-Юнайтед, Люминосити, 16-5 просто вынесли. Вот, Дэнферно явно уроков получается. Посмотрим, может быть, действительно с добавлением в стак Рики и Кристалла, а может быть, немножко иначе. Но, братик Хико всегда может выручить свою команду. В сердце, всегда в сердце. Ну, тут врыв на мид, ребра занимаются Годеном, Хико Раш по размену сверху, минус от Хико еще и по Рашу. Вот он, 57-й в исполнении игроков защиты. Альтиматика Брауз-Кика размен также еще и по Кристаллу, остается лишь один Сик. Он уходит на сейф с задачки армора. Сик хорошо показывает себя на протяжении длительной дистанции. Фактически звезда своей команды очень много. Делает работы для коллектива и практически всегда занимает топ-1, топ-2. Если, конечно, Хико не включается на полную катушку, не начинает убивать людей. Окей, а Чешка в наличии плюс второй армор также имеется, как мы видим, еще и Мак-10 скрысил. Но и Рикки будет копить на снайперскую винтовку. Для диффенса этот девайс необходим. Два девайса только Клоуд-9 потеряли. Смока у тематик видит в бочке, говорит тиммейтам, а у них есть практически у всех. Скадул такой, не, не хочу, я смог подбирать. Идите сами его берите, там еще нужно убегать от бомбы. Поэтому как-нибудь не сейчас. Как-нибудь не сейчас. И, в принципе, ты прав, 2-0. Клоуда пока что начинает с пистолетки, забирает нам антифорс. Сейчас нужно будет еще Ека собрать. Потом уже только лишь рассчитывать на какие-то хорошие первые девайсы. Если урок не пойдет с первой закупки, то, я думаю, ко второй они раскачаются. Так или иначе, ждем плотной борьбы на Инферно. А вот на кэше я пока не буду забегать. Ну, нам еще нужно увидеть действительно форму команды ROG, как они подошли к этим Best of 1 в рамках ИСЛИПРО лиги 8 сезона Северной Америки. И, кстати, мне интересно посмотреть, что там у них по таблице сейчас вообще. 1-3, по-моему. Команда ROG 2-2. 2-2, это лобная. Да, и клоунай на 1-3, да, ты прав. Я просто сидел тоже смотрел таблицу. Но это чуть, на самом-то деле, ничего не значит, так как каждая команда играет, каждая из каждой, по идее, и по две карты. Так что... 22 карты. Вот еще очень долго придется, аж до ноября играть ребятам. Весь октябрь. А может быть, даже и дольше. Да, вполне может быть, хотя вроде как ESL там скамкивают и скамкивают все события, и в окончании месяца у нас просто катки на катках, там куча Best of 1 в шесть каналов. Нужно все это транслировать, но такое бывает. По факту у нас сейчас врыв на точку B абсолютно пустую, СИК особо не помеха. Утимати пошел еще давить церковь, там пока никого не замечает. СИК ждет своей Чешкой врыва на него, как раз таки со стороны аутематика, здесь же еще и Флюша. Флюша не погибает, хотя был очень близок к смерти, 7 хп остается после контакта с СИКом. Скадулу будет фармить людей сейчас одного, второго, иди сюда. Нет, Рикки фармит сам себе на ВП и более жесткий, более жесткий закуп, конечно же. Кристал. Вау. Легко. Еще и ЦЗшку не успел забрать сразу. И ушел без пистолета, по итогу Голден тут пошел на отстрел. Голден может наткнуться на укрепление. Кристал падает, падает Рикки в Грейвьерде. Остается у нас ИК, врывающийся на двадцатку. Делает неспораж, умирает от Голдена, 3-0, Голднайн. И первая закупка для них. Ай, Флюша еще девайс выкинул, не успел подобрать калашников. Остался по итогу без ничего, только с 5-7. Но денег, благо, хватает, нафармили ребята, здорово. Но фактически, да, тут позволили Рогом поднафармить маленечко. Снайперская винтовка, МКСИК, что-то очень долго покупает себе. Стоит на базе и думает, первый-второй, можно что брать-то? Что брать-то? Может быть, вылетел, да, вылетел по ходу СИК. Да. Отмена. А он вернулся. Перегровка раунда. Все равно, потому что там уже потерянный, и занятие позиций. Могут договориться. Актуально. Могут договориться, ребята, может, по-новой. Типа, бежим сейчас, да? А придется еще медик делать, и респауны по-новой. Ну, а что поделать? Нужно, нужно этим заниматься. Потому что тут могли быть совершенно другие события, нежели, если бы так, ребята, договорились полюбовно вроде как. Ничего сворачиваться, СИК было. Отвернулся, и все. Отвернулся, равно проиграл. Да, типа того. Ой, у нас все равно еще даже много людей. Ничего, если какие-то молодцы сидят, ночью смотрят. Открыли. В окне и спят сами уже за нами. Не дожжевели. Ну и, кстати, смотри-ка, Cloud9 закупились, ну, не то что подчистую, но все равно, если проиграют, то денег у них может и не хватить на следующий демонстр раунд, только если с бомбой в руках, но не более того. Точнее, с бомбой поставлены, чем в руках-то ее носить, господи, надо ставить. Да, ну, на самом деле, 2700. 4100 превращается, да? 2000 превращается в 3400. Но форсить вряд ли будут, только если выбить максимум девайсов у кольцеворов. Тогда, да, ох, там авик гоняют по всему пленту. Развлечение у Cloud9. Давай, загоняй его. Сейчас застрянем где-нибудь еще. На самом деле, в обычных реалиях авик, черт, сдвинешь вообще. С стрелами оружия. Красавцы, загнали на крышу. Е-е-е, бой! С какого раза? С пятого? Да, еще и молотовыми гранатами все-то, бедный АВП. Так, и матч на паузе. Будут сейчас восстанавливать, по всей видимости. Ну, пока админ найдет, что нужно... Да я просто не знаю, есть ли смысл уходить на паузу, или мы с тобой о чем-нибудь поговорим. Ну, мы можем пообщаться с чатиками, думаю, пауза будет небольшая, по всей видимости, админы еще... Но прикол может быть такой, что мы с тобой начнем читать вопросы, а игра будет занпалажена. Вот и столько всего. Ну, ничего поделать, мы ответим, пока команда будет расчехляться. Тоже верно. Тоже верно. Поэтому пишите в чат свои вопросы, адресованные лично нам, либо же по игре, а может быть даже по контр-страйку в целом. Мы обязательно вам ответим, если, конечно, будем знать вопрос, ну, либо пытаемся рассуждать. То есть в шесть утра рассуждения не такие. Почему в шесть утра? У кого-то вообще это не утро даже. Нет, ну мы ориентируемся на часовой пояс средний по Москве. Не, я про то, что кто-то даже не ложился до сих пор. А, ну, все равно в шесть утра. Тем более люди не спавшие такие, что происходит вообще, контр-страйк какой-то? Ну, давайте посмотрим. Тут бегаю лайн, а он вообще скоро запустит уже. Это как дело, просто видишь. Просто только сказать про вопросы, и сразу же игра начинает. Он паузится. Эти админы? Да. Еще просто задержка 40 секунд. Ну да. Начинает... Отличный вопрос от Озеро. Прям, братан, дай бог тебе здоровья. В целом время такие вопросы отвечать. Вот, The Love тоже молодец большой. Они знают, что можно задавать. Да, самые интересные, самые интригующие вопросы. Прямо по игре, на самом деле, ага. Ну что? У кого-то уже 11 часов. Да, у кого-то уже 11, но это плюс 5 часов, слушай, много. Кто сильнее? Сильнейший. Тут не поспоришь. Вот он даже 8 вечера. Какого-то не спать с отрица? Ну, я, например, не сплю уже вчерашнюю ночь с 12. И считайте, я комментирую 18 плюс часов. Был небольшой перерыв, конечно, но... Такое. Как вы думаете, Liquid в этом сезоне фавориты, однозначные фавориты? Я думаю, что они должны заканчивать на первом месте. В прошлом сезоне они были очень близки с командой NRG по очкам, по поинтам. И, ну, там, то ли у них была первая строчка по round difference, то есть у них было больше взятых раундов, то ли они просто какую-то игру выиграли, а NRG уже забили. Поэтому вопрос, как долго вы играете в CS? Ну, я NewFuck, и мне только недавно дали эту медальку пятилетнего молодца. NewFuck, 5 лет? Ничего себе, у тебя NewFuck на пятилетней основе. Не, ну, в смысле, у меня был какой-то Counter-Strike, который я купил, возможно, 1.6. Его за 1.6 дают, да. 5 лет 1.6 на аккаунте тебе эту медальку. Да-да-да, вот что-то типа того. Потом я, может быть, года 4 назад купился BKSGO, и вот начал жесткое. Да, начал. И понеслось. Да, и поехало. Но комментирую CS я, наверное, на профуровне года полтора всего. Мало? Мало. Не фак. Да. Как вам игра North? Ух, сейчас бы про North прошу, когда у нас американский дивизион. Не, ну, почему бы и нет? А что у нас поехал бай, и при счете типа 1-3, и что происходит? Да-да-да, счет восстановится, забей 3-0 на самом деле. А, ну, после того, как она уйдет, да, они подкапают. Проблема. Болел, понял тебя. Что ж, по закупке. Командрог, авик, 4-ка альта, гранаты уже потрачены на банане, но впоследствии удалось отойти там Сику вместе с Кристалом, еще пытается как-то забайтить, и Флюша может, в принципе, сделать еще один опен. Но Кристал его перестреливает. И отходит назад. Неплохо было сыграно, взорвали немного хп. Флюша хаешка, и дальше добивал очки. Там даже Кристал особо не просел, только вот после попытки уйти обратно. Но по-прежнему в атаке на банане. Голден проходит дальше. Голден, что ты творишь? Родненький там выход. От Кристалла погибает игрок защиты. Тут же прошивается дальше гробы. Тут находится Утиматик, который навешивает с АВП. Весьма неплохой хэдшот. И Рики с АВП в одного пока что будет воевать против Смоков, потому что ничего более не видно. Утиматик. Уже, по сути, на пуле. Вместе с Голденом они захватили Б-плен. Еще бы продлить Смок на КТ, и будет вообще зачетно. Голден чекает пристройку. И Вайс вместе с Рики пытаются как-то выкарабкаться из этого меньшинства. Но бомба установлена, и, по идее, Клудная должна забирать первую закупку. Если Хика тут не устроит переворот в этом байраунде. Начинает через Смоке опять спрей 3 в 3. Дефьюз китов нет. Есть флешка, но успевают все отворачиваться. Нужно действовать. Команде Рог именно сейчас забирать Голдена. Но, по всей видимости, Роги отходят и сэвят то, что имеется. Рики убирает еще с пути Аутиматика. Это минус снайперская винтовка. Погибает также Раша. Нужно отойти Голдену. Голден родненький живет. 48 хп остается у Рики. Рики пытается его дергать. И Рики убирает Голден. Давай засэвить ни одного девайса. трипл килл для снайпера. Но раунд все равно берут Голдену. Но по экономике, опять же, будет бай на последнее. Хотя, Рог, по всей видимости, будут экономировать. И, разумеется, Ави клятит Рики обратно. Кристалл с Эммочкой. И игроки команды Рог. Ну что, риск? Рики, ты в порядке. Ты в порядке, Рики. Именно за подканец. Куда откуда? Это же Саня, ты в порядке? Ты что, не нажимай трек? Нет. Понял. Работяи тебя просветят, но и загуглишь потом вплавать. Забавная тема. Ох, подсадка у нас, получается, была на банане сейчас. Под самоком пытались начекать кого-то. В направлении дуги и реки отходит назад. Встает. СВП здесь. Флюша. Кстати, может стать жертвой. Да, без кода вайса. Да, вполне может быть. И опять же, заметим, что Аутиматик край ЦВП не Скадудл, у которого в последнее время явно не идет ЦВП, да и вообще игра у него не клеится. Рики получает флешку лицом, возможно, Аутиматик. Но он и в прошлой игре с командой Румяности был number one. Вполне сейчас тоже, возможно, покажет кто-то подобный против коллектива Рог. Пока что защита не клеится с раундами. Если забирают это, то выходят на экономический либо фарсет клоунайм, и там есть шанс приблизиться к тому, чтобы выровнять счет. Ну, или хотя бы те же самые три раунда, а потом уже как попрет. Попрет, может, пора. На самом деле здесь есть авик у Рики. Да, продолжает он с ним отыгрывать. Плюс три кольта и есть МП-9 у Кристала. Попытка залезть на зелень. Пятнашка занимается сик, отрабатывает ураж. Он далее не справляется уже с Голденом, но остается один процент здоровья. И Аплэнд, по идее, открыт, но вот двоевьями, и эта засада может сыграть против, да. Как это Вайс просто провел спрэмп в каком-то космическом направлении и выиграл дуэль. А вот здесь Хико не ждут. Да и Кристалл, в принципе, справляется. Хико до сих пор не палится. Разбирает аутематика, бомба эстейт. И Флюжерс раз-мин-четыре должен каким-то образом все это дело себе забрать из-за лицовой команды. Но не получается. Фактически можно, наверное, даже экономически Клоудан провернуть. На руках 2400, максимум 3700. И только один девайс для Голдена, поэтому нужно прочно экономировать. Но это неплохо. Дали хотя бы бомбу воткнуть. Поэтому Клоуданайн могут вернуться пораньше. В этот бой все-таки 4 девайса у Рогов осталось. Ох, бомбу бы воткнуть еще разок. На самом деле в следующем выйти прям совсем-совсем с комфортным. Боим. Тем более что раз покупайте пистолеты. 2200 у него на руках остается. По 250 также для Флюжа. И Голден, Аутиматикс, Кадудл. 370, 2. 5250, 2.250, соответственно. Отступают. Вот Роги боятся этих самых диглов. Или хотя бы одного. По-моему, там бежит Голден. Ничего не боится найти за эту хаешку. Но Голден даже единственной демой же не получает с этой гранаты. В общем-то, есть с чем разыгрывать коллективы Клоуднайн. Они уже брали против лиминности подобные раунды. Хотя и отдавали такие же. У нас вообще северноамериканская сцена довольно забавная. Сама по себе играют. У нас далеко не топовые коллективы. Хотя не то, чтобы и аутсайдеры в этой лиге. 6 слотов дается. Северноамериканскому дивизиону. Для того, чтобы попасть в план финала. Там Европе 6. А, Европе 7. Да, тут 6, там 7. Все правильно. Лайс, Сик, Хико. Три минуса. Потому что это последний. И он не справляется с Хико здесь. Второй раунд для Рог. И Клоуднай начинает сдавать обороты. Но очередная закупка должна все несколько подправить. Если удастся именно сейчас зайти с раундом, то следующий нужно будет брать в подарок. И только в таком случае экономика урок будет обнуляться. Да, Мьюнпик у Флюше. Флюша вообще уникальный игрок. Универсальный сам по себе. Я не знаю, у кого еще есть подобный стиль игры. Как у Флюше. Флюша любит и с ножа зарезать. И по скиллу все хорошо. И понимание игры замечательное. Флюша это явное усиление команды Клоуднай. Но вопросы к тому, когда все-таки Клоуда поймут, что... Или Флюша поймет, что Клоуда это не тот вариант, который должен быть у топового игрока тем более шведской сцены. Возможно. Возможно. Роги начинает снова с опена. Падает у нас раш. Реки его легко закрывает. Б база. Снова единственный опорник. Но благо перетяжка от реки тут как тут. В принципе, Овик может. Ну, смартфон закроет и уже не может. Кусь мог интересно, это прилетает. Забавный. Однако. Я таких еще не видел. Клэнд, серьезно. Рог, отпустили плент. Просто на халяву. Утиматик зашел через просвет убил. Рикки на КТ и плюс так же. Пустика еще и кристаллов придачу. А там еще и хэдшот по Вайсу залетает. Не совсем однозначный через смоки. Ну и в общем-то, Хика и компания могут этот раунд отдать. Хэшка хорошая под Голдена, казалось бы. Но снимает только 12 хп. Ну а Голден был фолловый 5 хп у Вайса. Чуть не сожгли его молотовым. И это нужно сейвить. Деньги, конечно, будут у команды Рог. В случае сейва этих девайсов на еще один бай. Но попытка уйти, конечно, уменьшалась успехом. Откинуто было две флешки. Под которые отступают защитники. Пятый раунд для команды Cloud9. Хика не боится убивать людей. Это был фраг по Голду, но снайперскую винтовку, по-моему, даже не найдут в Клоуда. Хотя пытаются. Хика в войне нельзя погибать. Снайперская хп нужно точить лапки в направлении сейва. Ну и, а нет, все-таки Флюша находит снайперскую винтовку. Пятый раунд для Клоудов. Интересный прорыв Б-Плэнта. Непонятное решение Сика отойти назад за смоук. И, соответственно, Рики на КТ умирает от Аутиматика. Там, возможно, не повезло с выстрелом. И Клоуда, если берут два подряд, ломает экономику сопернику. В противном случае сами останутся с носом. И Авик плюс четыре Кавашан для Тесай. Ну, близкая игра, опять же, для каждой из команд. Может быть, раунд за два, потому что экономику еще себе никто не наработал. Это огромная проблема для каждой из команд. Хорошая каёшка прилетает под Кристалла. А вот обратный дэмэдж особо не наносит. Хотя вот только прилетающий еще раз смок залетает. И Кристалл должен чекать. Кристалл должен погибать. И сам пока не открывается. Выпадал флешку. Кристалл. Попытка уйти. Сам хотел нашить на пол Флюша и Голдену. Но чудом сбежал. Там еще будет подсадка, которую Кристалл ждал. Но я вовремя начал стрейфиться и пытаться отойти обратно в Плэнт. Целая минута еще есть в распоряжении Клод Найн. Под Ббаза они уже достаточно нашумели. Могут свернуть удочки и уйти в сторону Аплэнта, к примеру. Я думаю, что БСАЯ для них становится сейчас очередной попыткой, очередным челленджем. Опа-ча. Аутематик заметил Сика. Ну, если их что-то подозревает о том, что не чисто на кафеле может быть. Опа. Увидел в зум своего товарища, который просто глазками лупал и не понимал, что происходит, почему в него целится его же тиммейт. Где логика? Страшная логика. Тем не менее, выход под ББазом, трое на банане. С плитом можно выйти. Да-да, можно выйти сплитом, но реализовать это нужно будет на 30-й секунде. Ты понимаешь, что еще и ведутся вот такие роги на фейк под Аплэнтом. И они снова отдают позиции под упором БСАЯ, да. Накидка одного смока, кристалл умирает и все. Бэдплант под контролем команды Глудмайн. Да, падает Голдун на зелени, но 4 в 4 и Б-точка бомбы установлена. Ну, опять же, под сомнением ретейк, под большим знаком вопроса реки, попытка прострела. Там у нас буст на Б3 и дефюски-то есть у всех игроков, но не с чем заходить. Только одна хаёшка на руках у коллектива Роук. Подставляется еще и Вайз под выстрел, но... И даже позицию тематик менять не будет. Только сейчас прыгивает с тиммейта и надо каким-то образом уйти игрокам команды Роук на сейв своих девайсах. Сиг там не очень здоровый человек по ХП. Ну и шестой для Клоуд Найн пока что в атаке получается. У американцев все довольно бодро. Хаёшка на отход команды Клоуд Найн. Очень больно ребятам из Клоудов. Ну, тут бы отступить и убежать Рашу, но вроде бы он даже спасается и унесет там свои ноги. С этой позиции 2-6 и из девайсов остается снайперская винтовка. Кстати, могут еще раз закупить Саороги. Должны закупаться. Если не у Вайса, Рики может дать. Ни в коем случае нельзя отпускать Клоудов вперед. Ну, там уже как получится. Все-таки ситуация нередко выходит из-под контроля у нас с вами. У нас уже эко. Все-таки эко с пистолетами и арморами плюс два засильных девайса. С другой стороны, да, они делают себе варианты. Если сливают этот байраунд, закупаются в следующем. Так что это может быть даже как-то по-профитнее. Хорошо. Фейки Клоуд Найн и вообще организация Клоудов на уровне. Видимо, после Дейн Фернес с Иллюминосити сделали некоторые выводы. Роги должны были смотреть этот матч и привыкнуть к тому, что Клоуд Найн могут так выступать. Кристал отъезжает. Не нравится мне игра Кристалла, сколько я уже видел в его составе разных команд. Но как-то вот не идет у него. Совершенно. Ух, эти фейки Клоуд Найн. В минусе время матрики. Кидаба убили. Да, эскаду разменевает Вайса. 4 в 3. Так, а еще АБ-план-то идите на Б, ребята, ребята. Соберите раму и идите на Б-план. Зачем вам рваться на эту точку А, где уже трое КТ? Альтиматик. Конечно, об этом не знает, но... В ближайшем будущем тебя казнит одного, казнит второго, по всей видимости, и бомба все-таки на Б-базу смещается. Продлевается, и Альтиматик тоже уносит твои ноги. И уноси, уноси ноги. Ну, там был близок Альтиматик смерти. Очень близок, еще и хитро видит. Ну, можно было пойти Рогом на этот ритейк, понимая, что может быть один, а может быть даже два оппонента сырые, красные. И можно их пытаться выбивать. Под флешку выпадал. Альтиматик замечает оппонента, но не попадает даже в ногу. Большая проблема. Сырые, красные. Но флешка нужна еще одна. Попадает у Тиматика по Хика. Больно. И от Рики прилетает больно. Дефиски Т есть. Хика выбивает голд. Наслаждается последний Флюша в живых. Флюша находит только один для себя фраг. Это раунд для команды Рог. Они не побоялись, они пошли. И переиграли оппонентов. Рики сыграл грамотно. Здорово получилось. Но, опять же, есть у Флюша и компания деньги на еще один девайс на раунд. И хватит только Рашу. Но все равно Роги могут... У меня один жирный вопрос. Какого черта Клубмайн лезут стреляться? У них бомба только лишь начинает сейчас тикать. И приходится теперь уже брать паузу. И, насколько я понимаю, тактическая для команды Рог. Декольная. Ну, нужно подумать, как действовать в этом девайсном. Потому что у них поначалу не получается. У них берутся вот такие раунды. И, опять же, посмотрю сейчас, что у нас по раундам. Взяли ребята Форс и еще один раунд после пистолетного. Я вообще-то смотрю. Господи. Ты тут смотришь реально? Не знаю, что я смотрю вообще. А, ну у нас же была пауза сумасшедшая. А, был счет 3-0 в пользу команды Клубмайн. 4-0. И потом только начали набираться постепенно раунды. Все, я вспомнил, как у нас протекал этот матч. Но Рогом нужно цепляться за данный раунд абсолютно полностью. Чтобы выходить на счет 5-6, 6-6. И уже в защите пытаться доминировать. Фулюша, опять же, попытался в прыжке найти для себя какой-то дэмэдж. Но в этот раз получилось не так. Здоровая попытка взорвать и сжечь команде Клоуд Найн своих оппонентов. Рики пропускает игроков атаки. Но вот Раш со своим актеном все очень не справляется. Есть размен от Скадудла. Прилетает очень больно Голдену. Скадудун 2 хп могут сжечь. Но никто не поставляется под молотов. Краснючие двое игроков команды Клоуд Найн сейчас могут действительно и отъехать. Но они еще до сих пор не выходят ни в какую из позиции. Либо будут выпускать кого-то под флешку. Нет, решили не рисковать. Аутиматика чекают. И, кстати, смог-то неплохой. Можно было попробовать. Аутиматик здесь же на позиции. Перестеливает Вайса. Выходит еще и Хико. Но Хико так просто не одолеть. По-прежнему чуть больше сотни хп на троих. Это шанс для коллектива Рок зацепиться за данный раунд. Он тут полетел. А на ланге находятся двое красных оппонентов. Хико ждет. Хико не убивает Флюшу, но Кристал помогает. В этой перестелке нужно убирать Флюшку. Но как же Кристал плох. Ой, простите. Что ж ты так орешь? Это раз. Во-вторых, Кристал неплох. Просто ему здесь немножечко не повезло. А вот трехочковая ХЕ-шка. Это... Бау. Минус Кадудл. И четвертый раунд. Нет, Кристал, я замечаю, что плохо у него заходит. Очень плохо. Извините, что я подключался. Кристал, но очень плохо. На минуточку. Как много матчапов, рогов ты посмотрел? Много я видел матчапов, рогов. Последних матчапов. И последних тоже видел матчапов, рогов. И с Кэдлина видел, и без Кэдлина видел. И как Кристал играл, видел. Но это очень плохо. Кристал всегда отыгрывает на последних местах. Четвертое и пятое место у него. Неужели нет в Северной Америке игроков за место этого немца? Капитана нет. Ой, да ладно, брось. Уверен. Ну, был выбор между Фнессом и Фнессом, знаешь, что это представляет. Какой-то Молтов хороший, замечательный, еще и Хэшка сверху. Трое игроков в атаке уже половинчатый. Тут еще Молтов также влетает на кафель. Ну, Плоу Тайм решили сделать форс. А даже нет экономических, прошу прощения. Но получили максимально быструю ответку по своим врывчикам. Ворваться на банан, конечно, без каких-то флешек. Плюс также Молика на тачку смысла особо не имеет. И, по идее, выбить еще парочку девайсов. Попытаться повлиять на экономику. С его визави уже там заходить на счет 6-5 и закупаться в следующем раунде. Надо бы так действовать за счет того, что бомбу ставили цикл на МК. Клоуд Найн имеет неплохие шансы ворваться. Вайс убивает аутематика. Тут же ложится раш. Но остается двое красных. Вайс просто может делать эйс на команде Клоуд Найн. Голден находит фраг по Хико. Ну и с юспа уже Рикки пошел в добивалочку. Хорошая приемка от опорника Аплента. Вайс нафармил себе сейчас половину тех фрагов, которые сейчас составляют восьмерочку. То есть было 4 до этого, 4 сейчас. Нормально. А уже шторка есть у Клоудов. На самом деле этого может быть достаточно. Но я хочу увидеть, как можно больше раундов именно за ТС сейчас. Для облачков. Опять же без АВИК играет в Клоуд Найн. Ну а ТАВИК может и не нужно. Он очень много мобильности вырезает. Тем появлением. Да, но можно пытаться отрезать или делать какие-то опорные фраги. Сик пошел на перестрелку. Неплохая флешка влетает под Сика. И уже молодой американец делает свой минус. Правда и сам еле-еле уходит. Там то ли Молтов был, то ли какая-то хаёшка прилетела. Вроде даже Молтов был. Минута 20. Очень медленный раунд для Клоудов. Еще и флюш потеряли. Решили они снова под Б-базу двоих отправить. Голден и математик делают буст. Минус от Голдена по Кристалу. Б-точка снова открыта. Да, вот теперь можно сказать, что Кристал провалился с Б-сайдом. В очередной раз он умерает без какого-либо минуса и отмена. Тяжело. Мне скорее вопрос. Кристалл ингейм лидер. Его оставляют в одного на точке Б. Это не АВП. Где логика команды Рог на принятие такого решения? Почему одного Кристалла без АВП? Если бы там был Рик, вопросов бы не было. Он мог бы убрать одного, второго там попробовать и потянуть время. Но Кристалл он даже не сделал выстрела. Хотя он целился в направлении этого буста, но он просто-напросто не заметил вопрос. На кой черт? Ответьте мне, пожалуйста. Мы бы так договорились просто. А в чем логика? Кристалл уже в который раз проваливает подобную позицию, ситуацию. Его все равно там оставляют. Он даже не знает, что происходит внутри команды. Может быть он сказал, ребята, я могу закрепить базу. Я смогу, я справлюсь. Да. Но второй раз уже нет. Я часто не хейтер Кристалла. Просто вижу, что происходит в этой игре. И на фрагах у Кристалла вообще сейчас имеется 5-0-9. Да, больше, чем у Раша, но некоторые фраги все равно были сделаны. Они не были настолько важны. Он бегает, убивает Рик, убивает Хика. Сик включается в момент Вайс, делает свою работу. А Кристалл нет. Ну, как ингейм лидер, конечно, да. Но как убиватор и опорник Б-планта в одного нет. Вот сиком в паре без проблем. Может развлекаться хоть весь день. Что же далее? Полная закупка для Рок. 12 раундов позади. Между Клуб Майной и... ...поперник Америки. Забирается Ка Дубла. Сначала положено. 3-5 теперь уже Клуда. Будут пытаться как-то выйти под один из плентов. На Б-базе придется еще немножко пошуршать. Это все равно большинство для Рок. Опять же, неплохая будет попытка от них выйти в плюс. Либо сравняться с Клудами, Рикей, на приемочке Тлонга. Справиться с Голденом без проблем. Ну и теперь Аутематику. Сделал бы свой фраг, но Кристалл хорош. Сейчас он был хороший, посылал своего тиммейта. Разумеется, Сик не погиб. Ну и теперь только один Раш остается в библиотеке с бомбой. Полная раскидка. Но 1-2 фрага, и я думаю, что на этом все закончится. Тем более, что и бомба не под контролем. 45 секунд еще играть. Нужно каким-то образом выйти в мидл. А плюс как? Ага, убивает Вайса. Уже попроще. Да, убивает, конечно, Вайса здесь. Но в остальном это 1-4 без контроля бомбы. Наверное, Сэйвити тоже делал такое. Калаш с армором 3 гранаты. Можно, можно смотреть на это дело. Но опять же таки, его уже спотают на мидле. Кристалл забирает Раша. 6-7. И Роги медленными шагами возвращается в эту встречу. А ведь так могут восьмерку получить. Да, вполне. Клауда должны делать бай до 2-3 тысяч. Делать полный бай. Ну, наверное, не имеет никакого смысла. По фрагам видим. Да ладно. Клауда решили не отпускать. Рог дальше. Но мне кажется, это ошибка. С одной стороны и да. С другой, если возьмут, то твоя ошибка становится не ошибкой. Сразу же. Здесь, вдруг на банане. Клюш полетел с маг десятым палец. То есть, что он летит на плюс-в. Аш! Аш! Нет, Флюша так нормально уходит. Горячо было на банане сейчас, конечно. Но именно садсик по Флюше. В итоге Флюша заигрался. На банане его наказали. Тряпло в исполнении Рог. Это Засау должна сыграть против. Табрики загоняют откиданных. Хороший молотов. Еще и флешка влетает. Раш погибает. И Реке. Ну, а туда. У тебя что, что приключается? Он все-таки погибает. Там еще Голз находит для себя минус. Но Вайс отвечает еще одним фрагом. Скадудл вспомнил свою молодость. И оттеливает людей по КД. Даблкил для, наверное, еще и нынешнего снайпера команды Клоуд Найн. Но он далеко уже не мейн АВП. Хотя, возможно, он изменит наше мнение с вами. Уходит на апартаменты. Главное ему не шуметь в этой позиции. Хотя есть смок у коллектива Рог. И под него можно эту бомбу дефьюзить. Учитывая, что там снайперская винтовка. Особо там не заспреишь. Снайперская винтовка. Кстати говоря, в следующем раунде он может попробовать открыть Б-Плент. Это будет приятно. Но... Ой-ой-ой-ой-ой. Один на в два остается. Скадудл. Значит, игрок должен быть на пленте. Кристал не успеет задефить. Или что? А он еще инфикует. Восьмой раунде Клуб Найн. Там был откинут смок. Не откинут смок, а просто игрок, который умирал, был в руках со смоком. И после своей смерти смок упал, как упал. Если бы этот смок был правильно закинут и успел бы игрок защиты его правильно положить, то вполне возможно, что это был бы какой-то нинди-фьюз. Но Кристалу здесь просто ничего не оставалось. Он понимал, что ему нужно фейкануть, забавить на себя внимание. Здесь он сыграл хорошо. Он вообще смотрит как саппорт команды Роу. Отлично. Он выпускает Сика под флешкой. Тот делает минус. Кристал сейвит своего тиммета, чтобы не было неприятных моментов. Но, как опорник в одного, это, наверное, его ошибка как ингейм-лидера, чтобы сделать такой выбор. А выбор приходится делать так или иначе, ведь последний раунд первой половины уже совсем скоро. По идее, 14 позади. А у нас до сих пор там было 12. У тебя тоже 12, правильно? Что кого 12? На посмотри сверху, там 6-8 у нас, да? И по центру типа раунд 12, да, пишет? Да. А должен быть 14? Должен быть, но из-за того, что мы тут делали всякие медицинские штуки, медиков вызывали и восстанавливали раунды, и события, немножко все это случилось не так. Но я думаю, что админы там все сделал, тем более счет у нас правильный, 6-8. Ничего подобного. Сиху надо жить, сихо пушат! Хороший минус, если бы раз вне вышел. Да, не успели никак отменять здесь, и у Тимати кроет спину, и реке удается забрать его у Тиматика с ВП. То есть снайпера проиграна сразу же стяжка от номера 2 от реки в направлении Б-сайда, а тут уже террористы на подходе. Что бы смог на КТ, и было бы идеально. Ох, реки хорош. Еще одного можно щелкнуть реки, промах. Как вообще-то возможно? Он стрелял буквально вот в грудь ему. Неоднократно. Неоднократно, на самом деле, сейчас 4-4 и клубная брали уже такие варианты. Они все с бананой идут. Да, все с бананой идут. Это узкое пространство для рога. Они могут наткнуться на парочку спреев. В тот же момент роги с убиваниями вроде как не чувствовали проблем против лунайна, всяком случае, на этой карте. Без покрестового адреса не залетает, а то наоборот работает раш-патрон, заканчивается, приходится свитч-двайс и делает дважды лоу. Ты видел, как он это сделал? Скадул тоже погибает. Есть дефюс-киты, седьмой раунд для команды Рог. Успевают? Так, и тысячи. Успевают, да. Да, друзья, у нас еще будет одна игра. Также между командами Рог и Клоуд Найн. Это будет карта TheCash. Заключительная сегодняшняя финальная игра в Северной Америке. Да и на этой неделе тоже матчи. И следующие из Реприлиги уже не будет. Поэтому мы буквально досматриваем последние-последние игры. Как у нас в следующей неделе не будет? 16-ом числе будет. Ну так это не следующая неделя, по-моему. Начало через неделю. Сегодня только 6-ое число. Через 10 дней. А, сорян, сорян. Такими ночными трансляциями можно, в принципе, забыть о времени. Да. Видишь, как мы сегодня с Андреем очень долго сидим в этом отношении. У меня день начался в 6 часов. У меня день начался в 12 ночи вчерашнего дня. Ну вот, да. Тут у Андрея вообще... Я не знаю, как он еще держится на каком-то допинге, возможно. Вы что-то обещали, да? Нет, конечно. Мне обещали еще гастов-3 поставить 12 часов, но я сказал нет. Какие молодцы наши, да-да-да. Потому что больше некому. Красиво. Голден. Пытается на банане здесь работать. Но и за стенкой он открывается на банан, делать не спаси. Кик настреливает, соответственно, скадула попадает по реке. Очень удачно удалось разменяться на банане, между прочим. Да, в плюс для Cloud9. Но рогам не стоит воевать в этой позиции. Нужно как раз-таки, возможно, Вайс отправить на прочей. Краш, правда, находится в очень клевом месте. Это тюрьма. И прочекать его там будет практически невозможно. Это если покажет головушку на байт на скадудла. Но за теме там находится игрок еще защиты. Там прилетает смок. Краш все-таки оформляет Вайса. И, по всей видимости, роги имеют мало шансов на приобретение в этом раунде. Большинство Хико должен прочекать Плюшу. Плюша здесь в борьбе. Хико, что по слебе, братик Молотов должен прилетать. Нет, помогает Кристалл. Неплохо. Потому что Хико был на пару патрон. Еще имеется два Молотовых, два смока. И рогам с этим можно бороться. Но можно развернуться и уйти. Cloud9 должны запирать их просто с медла. И не давать перетянуться на Аплан. И Б база просто крыть до последнего. В итоге прилетает Молик за тройку. Горявый. Корявый. Нормальный. Поставил задергаться, тем не менее. Один ХП у Хико. Да? Один процент здоровья. Но хотя бы здесь бомба Хико нельзя открываться на кафель. Вообще никак. Погибает он. Кристалл там тоже пытается бороться с под себя там уходит. Какой хэдшот по утимачиванию? Какой-то он вообще заметил там на запах, что ли, брал его. Да-да, на запах брал. Просто с вертухи поставил под самоком хэдшот. Вторая пистолетка за кулдами. Но бомба стоит и рог как минимум уже через один должен закупаться. Да, сейчас экономически. Кристалл настрелал три фрага. Выравнивается уже и выходит в паритет по КД. И, в общем-то, имеет опана. Подождите. Это Хирой Клбай. Возможно. Возможно и получится. Опять же таки, Нанеждан может сыграть в любой момент. От Калашников и тем более на СИК. На СИК действительно очень хорош. Может побороться. Клоуд Най начинает постепенно занимать мидл. Этого ждут роги. Они понимают, что вполне возможно против возможного экономического раунда будут закидываться хэшки. Но Флюша с Юспом, например, вообще бегает. Флюша можно отвалить по лицу за то, что бегает с Юспом. Все-таки вторая армора есть у четверых. И Юспик против этого работает. Но ой, как нехорошо. Если в голову попасть парочку раз, то почему бы и нет? Это что нужно попасть? Нужно, чтобы тиммейты на себя баятили внимание. Иной раз люди просто со стенкой не посмотрят за тобой. И ты можешь со спины его так пань-пань. Нормально. Там у Флюша сейчас просто развал. Потому что его заходили не только с рампы, но еще и с андерпаса. С ручейка. И занятие банана удалось оформить клоудам. Но вот Аплэнд два игрока. Прилетает Голден в неплохой позиции. Сикс забирает одного. Голден начинает размениваться. Очень битая команда. Рог. 47 секунд. Можно и развернуться. Можно попробовать запушить игрока. Защита, которая находится на банане. Хико получает калашников. У него больше всех здоровья. Но разделяется защита. Теперь уже двое игроков на банане находятся. Роги вполне могут выйти на Аплэнд. Смок продляется на банане. Но куда пойдет Хико с компанией? По-моему, вполне себе возможный Аплэнд. А Аутиматик начинает сжать апартаменты. И вполне может быть очень неприятным товарищем для всей команды Рог. Ведь там трое красных. И по всей видимости будут запускать игроков в Аплэнд. Если, конечно... А, тут еще и Смок хороший лег от Раша. Еще и забирает его через Смок. Только Аутиматик тут как тут, но бомба ставится. Почему с гранатой в руках умирает Аутиматик? Вопрос, конечно, интересный. Не дождались Голдуна. В итоге перетяжка слишком долгая. Сик Кристалл лоу-хитовый. Хико практически фуловый. И это восьмой раунд для Рог. Да, отлично сыгранная команда Рог. Сами Клоуд Найн. Но они понимали, что вероятнее всего после поставленной бомбы команда Рог будет экономировать. Только потом закупат... Голден, что за реакция? Чуть-чуть, ты мой. Но прогадали. Они прокинули Хэшки, прокинули Молотовы. Стали в упорных позициях своими фармганами. Флюша вообще с Юспом. Но они нарвались на укрепление по всем фронтам. Голден забирает еще и Сика. Но это неважно, потому что Дивай сэвится. Раунд выигрывается. Бабки мутятся. Роги рады. Система практически неправильное принятое решение. На Б базе. К тому же еще и под асайдом парочку ошибок приводит к счету в разрыве одного раунда. То есть сравняются сейчас команды. Ну а потом Роги смогут за атаку закрепиться. Да, надо пытаться Рогом выходить в плюс для себя. Опять же, впереди еще карта TheCash. Пока что команды явно притираются друг к другу. Но Клаудан было попроще против Luminos. А вот уже попался коллектив посерьезнее. И проблемы возникают даже вот в таких, вроде казалось бы, простых раундах. Не смогли удержать преимущество в первой половине. Только на один раунд они опережали по истечению первой стороны Клауд Найн. Хотя был счет 6-2 в пользу Клауд Найн. И можно было наращивать преимущество еще больше и больше и больше вообще. Оставлять бесшансовые просветы. Или даже без просветов команду Рог. Но сейчас они вполне могут выйти на счет 9-9. У Клауд Найн 1400, значит, и будет еще один экономический. Это, возможно, и десятый для команды Рог. Но, возможно, и Голден справится со своей эмочкой. Тут какой-то интересный кроссфайр. Но нет. Вайс наказывает только одного. Утематик мстит. Отпускает также кристалл оппонентов. Но Клауд Найн все равно с одним девайсом, без трех арморов, с одним смоком в наличии. Его, кстати говоря, уже могут потратить на подтушение. Соответственно, кристалл выходит в двадцатку. Кристалл. Клауд Найн. Витей Капланты маловероятен. Ну и, скорее всего, даже если его снова на сейв. Ну, это будет по-любому. А сейчас главное в, не знаю, какой-то просвет забрать девайс и убежать. Это будет самый лучший вариант. Скадул еле там выжил. Сьюспат добрал одного из игроков команды Рог. Ну и Кристалл вместе с Хика ждут возможных выпадов от команды Клауд Найн. Могут заныкаться, в принципе, на больших песках. Бомба стоит не на дефолте. Поэтому дэмэджа внесет минимальное количество. Ну что? Голден из Хадудул на сейве базы. На сейве от Калаш в СМ. По деньгам. Я предполагал, что бай не должно быть. Но вот. 3600, 4200, 4300. Ну, кстати, могут, да. Там еще дроп от Голдена. И можно закупаться. Действительно, вот если бы Клауд Найн не сейвили, тогда и разговоров об этом и не было. Но бай будет. 9-9. Ведь неплохо Клауд Найн прошлись по экономике команда Роук. Остается только... А ни у кого не остается денег на повторный бай. А это, в принципе-то, чревато. Чревато, если у вас нет закупки сверху. Да. Нужно попытаться как-то уже выходить вложения по экономике, само собой. Здесь на банане снова первая агрессия от команды Роук. Клауда пытается на это дело влиять. Ну, а там все в смоках, никого не видно. Еще Молотов влетает за машину. Хаешка неплохая по команде Клауд Найн. 79 и 77 хп. Тут, если засправить, может повезти, конечно, на один патрон меньше нужно будет попасть. Ну, а так, пять калашей против подобного сетапа. Есть дефьюз-киты сразу четверых, поэтому ретейк для Клауд Найн может быть очень успешен. Сик уже через бойлер-рум будет просматривать короткие ребра. Но никого там не обнаруживают. И Хика тоже может на апартаменты пойти. Судя по расположению сил, вообще Роггера рассматривают выход на Аплент. Но пока что ни одного контакта толкового не было. Бесконтактный бой Хаешками и Молотовыми, и более ничего. Тяжной раунд получается для Рогг. Они решили подготовить ребра и выходить в направлении Аплента, по всей видимости. С таких поздних тайминговых заходят. Такая вот своеобразная тишина. Перед выходом 30-ая секунда. Рогги все еще не торопятся пушить. Хороший флэш в мид. Ребра перед некоторым блайндем. Затишье перед бурей. Да, очень хорошая фраза. Хорошо получается. Здесь Уража принимает выход на Аплент. Сик, флюш, три минуса делает, четыре минуса с сиком. И по идее Рик из Нико. Да, забирает флюш, Ураж забирает Рик и минус от Нико. А времени хватает еще Хика поставить бомбу на дефолте. Но, по-моему, он все равно не выживает. Уже пошел душ от Голдена. И даже бомбу не получается воткнуть за полсекунды. Да, вполне интересные возможности. Вопрос, будут ли форсить Рогги. Если бы поставили бомбу, точно было бы экономически. А может быть даже и девайсные. Было бы на целых три. И Калаша плюс Армора. Но сейчас будут задумываться Рогг о том, что делать в этом раунде. Это все-таки форс, Галил, Чешка. И погнали. Ну, так своеобразненько получилось. Рогги, конечно, перестояли. Да и отличная приемка была. Так, здесь, на самом деле, Рогги действительно перестояли. Поздние тайминги были. Плюс размины были далеко не в их пользу. А плент для Клод Найн закрывался довольно-таки легко. И, возможно, по позиционке, тупо, переиграли. Сейчас ситуация может несколько измениться. Если таки смогут удивить нас с вами. И снова переломить ход игры. И уничтожением экономики соперника в стороне защиты, то я только поаплодирую реально. Почему Кристалл пошел в одного без помощи тиммейтов? Не объясните, опять же. Он пошел просто один. По качану. Окей. Ладно. Мне-то вот это вполне хватает. Почему по качану? Действительно. Кристалл, наверное, так и подумал. Пойду я, наверное, в плент один с Чешкой без помощи тиммейтов. Хотя бы без бомбы. Почему я это сделаю? По качану. Сойдет. Ну, он хотя бы без бомбы это сделал. Обычно с бомбы умирает. А, ну, тоже вариант. Голден. В итоге с Б-базой и Скадудла будет решать вопросы. Скадудла получает по голове. Но тут, правда, считалось 4 в 3. О-о-о. А там еще каким-то образом Голден сам отъехал, пока убивали Скадудла. Это уже 3 в 3. Плюс есть Калашников. Аутиматик крадется. А Хика не перебыкуешь ли ты, друг? Перебыкуешь. Главное, чтобы остальные не перебыковали. Потому что Аутиматик, конечно, он фая. И три минуса для него. Справа от церкви. Это просто нечто. Я вот забыл посмотреть, были ли какие-то флешки из Макии, чтобы откинуть командирог в эту позицию. Выйти более... Ты про последний момент, когда Аутиматика играл, говоришь? Да-да-да. Не, не было. Почему они пошли без никто? Абсолютно. Ну, решили, видимо, что отсутствие гранат позволяет им лететь на плюс В. Я не знаю, чем руководствовались роги, чем руководствовался кристалл, но кажется мне, что не сегодня, дядь. Не сегодня для рог. Только ошибки клоун, наверное, помогут рогам. Либо какой-то грамотный кол от кристалла, что так, ребята, сейчас действуем так. Я один не иду, ты даешь мне флешку, я пытаюсь ворваться, смог на подвозон, и мы заходим на плент, разрываем лица. Чуть не выругался. Нельзя в эфире. О-о-о, я думаю, что никто бы даже не заметил, хотя в записях-то, наверное, бы тебя упрекнули здесь. Флюша отходит назад, на тайминге его Сик изобревает, плюс-то ультиматик начинает с фрейдаун, минус 2 на ланге, падает бомб-кэрри, 6 патрон оставалось в магазине. Еще один минус для ультиматика Сик, размен. И вроде как не сухими из воды, но более-менее выжившими. Ой, там раш как вушка просто прислал патрончик. 12-9, Cloud9 впереди на 3 раунда. Рогам нужно, наверное, даже взять паузу, подумать. Денег у них, конечно, на бай хватает, но раскида будет не то, чтобы огромное количество. В случае проигрыша... В случае проигрыша там могут остаться без экономики, по идее. Да, а у Cloud9 еще будет немножечко. Так что это чревато небольшим луст-триком, а ведь уже 12-9 счет, и для Cloud9 4 до победы. Да, тут тоже полностью прав. Рогам нужно этот раунд брать кровь из носу, чтобы вернуться в эту игру. Других вариантов практически нет, к сожалению. Но у нас тут вот интересная затея от ультиматика. Вместе с Рашем будут принимать апартаменты. При том, что и с балкона, и с лестницы можно будет сразу же... Только если флешка вылетает, грамотная. Роги спасаются. Вот она флешка. Раш начинает пушить. Ультиматик. Но план Капкан команды Cloud9 надался на 100%. Потеряли Раша, но сделали два минуса. Идеальный размен. Вот на 100% было бы, если бы они выиграли эту ситуацию без размены какого-то. Они бы просто Xfire'ом стали и убили. Тут не на 100%, а на 70%, потому что все-таки, ну, Раш, как-никак, тиммейт. Его желательно не терять. Но спасибо, что хоть и флюс разменялись для атаки. Действительно, это будет не совсем приятное положение. Но 45 секунд прямо не все еще присутствует. И в любой момент можно бежать на асайд. Можно. Кристалл пошел один. Проверяй. Смог пошел один без флешки от тиммейтов. Просто говорит, ворвусь на ноге, получу хэдшот, а вы потом будете 2-4 бороться. Как вам такая идея? Классная, правильно? Я капитан. Я умею, я могу. Аутиматик промахивается. Шанс поставить бомбу коллективу Rogue. Но, да, Рикки вспомнил, что у него бомба, и нужно как бы и ставить. А он СВП, и это единственное оружие, которое может на дальней дистанции накаледовать твоей команде фрагов. Классно. Самое забавное, что действительно не только время сейчас они теряют, но и дают возможность перетянуться к лудам здесь и сейчас. Рикки тут в яме с авиком, забирается кодудла. И сразу же пошли у нас на агрессию в малых песках Gold. Он плюс саппартов спрыгивает у нас выше с аутиматиком. Падает в плентивайс. Бомба стоит на рейке. Рикки не доводит по плюше. Плюша решил забеймить чуть-чуть. И раунд для команды Goldmine. 13.9. И денег-то нет особо, да? Даже с бомбой. И видишь 4.650. 3.760. Мне кажется, будет покупать. Буду купать. Да, таким счетом далеко ты не можешь отпустить соперника своего. Кристал, ну куда же тебе понесло, родненький? Занесло немножечко. Это 3-2-2. Нет, вот это неправильно. Ладно, 12-2-6-16. Вот. Это счет Кристалла. Хороший счет. Вроде бы неплохо показывал Кэп игру, но реально от него очень странные действия, временами происходят. А пойдемте-ка, дорогие друзья, я схожу, я уже объяснял, да? Вот этот, я пойду в одного, у меня есть на руках чешка, я пойду в Смоук, значит, да? Хотите вам немножко экстрима? Без проблем. Плюш играет Рикки, но в этот раз хотя бы не Кристал. Не, на самом деле ты вот так вот Кристалла критикуешь, а Сик-то далеко не лучше по стрельбе сейчас. Вай вместе с Кристаллом падает, Сик тоже умирает, Сик-то последний. Это в сухую раунд могут сейчас проиграть, и вот тогда точно с экономикой будет слабого. 3-400, 3-500, 3-400, 4-500, 3-500, 3-400. Ну и как бы все, видимо. Клоунайн душат. Да. Клоунайн пушат, Клоунайн готовы выходить на финишную прямую. Если только каким-то чудом Роги сейчас не возьмут полуфорс, полуэк, они докупаются до конца. Понимаешь, что давать 15-то не очень-то и хочется, но, в общем-то, да. Это боль, печаль. Сик там не застреливает тоже временами. Хотя вроде как звезда команды Рог, но немножечко не идет сегодня даже у Кристалла в какой-то момент. Получается по фрагам лучше. Да, возможно, это не те самые ключевые фраги, но, в общем-то, все говорит само за себя. Не получалось. Вот эти ошибочные действия, где Кристалл действовал. Да, он ни один ошибался. Возможно, он давал какие-то неточные колы, но все равно игра Капитана была не на должном уровне. Флюша из плента разбирается с Хика. Сжигает его еще. Помимо того, в Раш находит фраг по Вайсу. И, по-моему, в плент даже никого не смотрят запускать. Раш еще один минус делает. Флюша подбирает Кристалла. И остается последний Рикки. Один в пять. Битая команда Cloud9 на вдвоем. Рикки находит одного, второго, третьего не получается. Там могли еще в линейку выстроиться. Но Скадудель делает свою работу. 15-9. Я уверен, что это были 16-9. Либо все равно победа Cloud9. Я не верю, что Роги смогут здесь выстрелить номером один. Короче говоря, это тупняк. Вот как я могу это сказать. Отчасти, может быть, да. Но немножко грубовато с твоей стороны. Тупняком называют такую ситуацию. Просто Cloud9, они не сразу разошлись. Им нужно разгонщик набирать. Нет, это Роги разогнали сколько-то момента, потом и остановились. У них бензин закончился. И перестали чувствовать игру. Просто перестали. Раш пошел пушить в мидл. Отличное действие от игрока команды. Бомбка и падает. Cloud9 погибает Сик, отъезжает Хика. Рикки дает размены. Это 4 в 3. Взрывают Скадудла. Бомба, правда, лежит на банане. Вот это неприятность. Смок еще накинули на нее. Вроде как забрать может Рикки сейчас этот патч. О, нет, не может. Но дальше бомба еще улетает. Теперь точно должны забирать ее террористы. Но они сами не понимают, что же. Куда же стянулась вся защита. Куда они пропали. Ну, а фуловые игроки Cloud9. Меньше сотни хп на двоих у коллектива Рог. Молтов на бомбу. Врыв по флешку, который называют, может и получится. Но сами себя слепят игроки команды Cloud9. Как бы подобрать бомбу еще не смог. Тратишь ее на флешку. Отъезжает Вайс. Кристалл последний. Кристалл здесь тоже поделать ничего не смог. 16-9. Команда Cloud9 отлично отыгрывает против. Ну, пока еще, наверное, вялые команды Рог. Я ожидал от Рогов намного больше. Даже, может быть, победы на карте до Инферно. У них все для этого было. Но один плохо сыгранный раунд. Непонятные врывы от Кристалла. И все это закатывается в то, что мы с вами видим подобный результат. Но еще будет карта ТК. ТК, возможно, Роги нас там порадует красивыми раундами. Хотя для Cloud9 карта ТК тоже была всегда выигрышным вариантом. Очень крутой. Твоя правда, Олег. Ну и, дорогие друзья, напоминаю, что мы с вами смотрим ESL Pro League. Это американский регион. Это восьмой сезон. Студия RUH. Все еще с вами на проводе. Остается последняя карта этого игрового дня. TheCash, правильно? Правильно. Да, TheCash у нас следующая последняя. И далеко не расходимся. Cloud9 и ROG совсем скоро. Не переключайтесь. Продолжение следует... Я Intel Core i7.